Разговор с журналистами продолжался почти два часа. Он начался с ответа Андрея Николаевича Пудова на вопрос, так ли уж необходимо вновь реформировать действующую пенсионную систему, если государство справляется со всеми своими социальными обязательствами перед гражданами. На что заместитель министра ответил, что к числу достижений можно отнести увеличение размера пенсии за последние 10 лет почти в три раза, рост коэффициента замещения пенсии, средних размеров заработной платы в стране и так далее. Однако остаются вопросы, на решение которых и направлена предлагаемая Министерством и Пенсионным фондом России стратегия развития пенсионной системы. Заместитель министра указал на отсутствие достаточных страховых источников для поддержания размера пенсии на приемлемом уровне в долгосрочной перспективе. Налицо финансовая несбалансированность. Число плательщиков страховых взносов снижается, а количество пенсионеров растет. Увеличиваются риски, связанные с сохранностью накопительного элемента. На пресс-конференции шла речь также о будущем накопительной части пенсии, размерах страховых взносов, останутся ли льготы по уплате страховых взносов, какой в итоге видится модель пенсионной системы. По окончании видеоконференции разъяснение по всем обсуждаемым вопросам дала руководитель пенсионного фонда в городе Новошахтинске Надежда Чернова. Сегодня задумывается о том, что когда-то нашей молодежи не хватит денег на выплату пенсии. И сегодня предлагают такие варианты. Значит, часть, 40% будет давать государство, а остальные пенсии, которые у нас, допустим, МИЭД, ПИЭД, шахтеры, то есть по спискам, 15% будут отчислять сами предприятия, потому что там могут уходить на пенсию в 45 лет, 50, то есть не общепринятый возраст. И плюс еще накопительная система, каждый сам будет копить на свою пенсию. То есть сейчас есть уже система дополнительного софинансирования, когда, допустим, от 2 до 12 тысяч. Вот человек вступает и, допустим, заплатит 2 тысячи в году. Он может раз заплатить, может помесячно платить, какая разница. Но к концу года должно быть 2 тысячи. Если государство видит, что человек заплатил 2 тысячи, на следующий год дополнительно государство дает 2 тысячи. Мы принимаем заявление на накопительную часть пенсии. И люди, вот в октябре месяцы, те, которые в июле и в августе сдали заявление, в октябре уже должны получить эти накопления. У нас прием понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 2-0-9-0-7, наш телефон. Обсуждение в обществе предложенной стратегии развития пенсионной системы продлится до декабря текущего года. Познакомиться с ее основными положениями можно на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.